Моё сегодняшнее послание, слово, проповедь, называется «Хождение в Божьей любви». Можете повернуться к соседу, озвучить ему, вдруг он не услышал, был занят. «Хождение в Божьей любви» — это тема сегодняшнего послания. В этой теме у меня будет много мест из Писания. Я просто заранее предупреждаю, чтобы те, кто принёс с собой свои Библии, любят следить, обычно следят. Вот будьте наготове. Мы будем читать много мест из Писания. И также будет много разных жизненных реальных историй, которые подтверждают, свидетельствуют об этих местах Писания. Поэтому вы готовы? Отлично. Просто да, имейте в виду, что я часто буду обращаться сюда, к своей Библии и к этим историям. Чтобы не упустить какие-то важные детали. Итак, как мы сегодня уже вспоминали, любовь, она превыше всего. Более всех-всих любовь. И вы уже слышали от меня это выражение. Это одно из моих самых любимых описаний Библии. Это что в целом вся Библия – это история о любящем отце, у которого однажды украли сердца его детей. И вся история Библии о том, как этот любящий отец делал и сделал всё возможное для того, чтобы возвратить сердца своих детей обратно. Вот это очень хорошее описание Библии, не правда ли? Это действительно то, что происходило в течение всей истории. Поэтому суть всего – это любовь. Я хочу, чтобы мы вместе прочитали местописание Ефесянам 3 глава, 16, 17, 18 стихи. И в частности нас будет интересовать 18 стих. Но давайте начнём с 16-го. «Пусть даст вам по богатству славы своей чудотворной силой утвердиться через Духа Его во внутреннем человеке верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, могли уразуметь превосходящую разумение любовь Христа, чтобы вам исполниться всей полнотой Божьей». Прочитаем ещё вот эту именно вторую часть. «Чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, могли уразуметь превосходящую разумение любовь Христа, чтобы вам исполниться всей полнотой Божьей». Кто бы хотел исполниться всей полнотой Божьей? Иметь всю полноту Божью, проявленную в своей жизни. Я бы хотела. Я хочу этого. И как мы видим из этого местописания, что вот есть Он один, прямой путь к этой полноте Божьей. И это любовь. Это учиться любить. Как мы сегодня уже говорили, вера важна, надежда важна, духовные дары важны. Это очень важно, и без этого нельзя. Но больше сих, превыше сих – это любовь. И всё остальное, что происходит в наших жизнях, уже всё сопутствующее, всё выходящее – это и духовные дары, и служение. Оно должно выходить вот как раз оттуда, из этих корней. От нас, будучи укоренёнными в Божьей любви. И тогда, тогда в нашей жизни будет пребывать вся полнота Божья. И я хочу, чтобы мы обратили вот ещё особое внимание на вот эти два слова – укоренённые и утверждённые в любви. Если посмотреть на эти два слова в оригинальных текстах, то эти два слова, они стоят в пассивном залоге. И что это значит? Пассивный залог – это когда не сам человек делает это своими силами, а когда над ним было совершено какое-то действие. И, исходя из этого, мы можем понять, что здесь имелось в виду, что сам Господь производит эту работу. Он укореняет и утверждает нас в своей любви, когда мы приближаемся и приходим к Нему. Естественно, наша задача – прийти и приблизиться. Но эту работу совершает Он, укореняет и утверждает нас в своей любви. Вы слышали когда-нибудь от кого-нибудь, вот кто слышал, какой-то брат или сестра говорит, «Так, ну мне говорят, вот нужно любить того брата или того сестру. Ну не могу, ну не получается, ну раздражает он меня». Вот было такое? Встречались с таким? Встречались, конечно. И в чём проблема? Проблема выходит в том, что иногда люди пытаются, и, возможно, они имеют искреннее желание, они действительно хотят постараться, но пытаются сделать это своими силами, из своих человеческих усилий, из своей человеческой любви, ну насколько они могут, они пытаются выдавить то, чего на самом деле ещё нет. Но это местописание, оно объясняет, поясняет и даёт нам путь. То есть как получить эту любовь, которую нам ещё не достаёт, которую нам ещё кому-то не хватает? Это приходить к источнику, черпать из источника, и тогда нам будет что дать другим. Потому что невозможно дать то, чего у тебя нет. Правильно? Это вполне логично. Поэтому когда мы приходим к источнику, когда мы приближаемся к нему, то он сам собственноручно укореняет, утверждает нас в своей любви, буквально изливает в нас свою любовь, наполняет нас своей любовью, даёт нам то, чего нам недоставало, учит нас и даёт нам силы любить. Там, где по-человечески нам казалось это невозможным, нелогичным, что мы на это не способны. Но он совершает это в нас. Есть одна интересная история, о которой я хотела поделиться. Это как раз история, которая прекрасно иллюстрирует вот это местописание и этот принцип о том, что когда мы приходим к источнику, Бог совершает в нас это действие. Он укореняет и утверждает нас в своей любви. Любовь к Божью можно познавать разными путями. Я думаю, вы согласитесь, да? Можно использовать разные методы. Можно изучать её, можно размышлять о ней, можно садиться, пропитываться или поклоняться и принимать её, изливать её Богу обратно. И вот как один из методов, не единственный, один из методов — это пропитывание, которое достаточно известно и часто практикуется в нашем с вами движении и в нашей церкви. И вот это история одного человека о том, как он выделил определённое время для пропитывания, для того, чтобы наполняться Божьей любовью и о том, что произвела Божья любовь в его сердце. Слышали такую фразу, мы её иногда повторяем, и так говорят наши старшие служители, что никогда не знаешь, что ты получишь, когда пропитываешься. И это то, что произошло с этим человеком. У него просто было свободное время. Он знал хорошее место, где есть Божье присутствие, где сила Божья действует, где Бог изливает свою любовь. И он вырешил выделить одну неделю, пять рабочих дней, которые у него были, для того, чтобы просто приезжать в то место, пребывать в том месте, пропитываться и принимать Божью любовь. Он просто приезжал в то здание, ложился, там играла музыка, и он говорил, «Господь, совершай то, что ты хочешь, наполняй меня своей любовью, я просто счастлив быть в твоём присутствии». Так было первый, второй, третий, четвёртый, пятый день. Он делал это верно. Пять полных дней. И ничего особенного вроде бы не происходило, и у него не было какой-то особенной нужды. У него было всё хорошо в жизни. Он просто проводил время с Господом. И вот наверняка Богу нравится, сто процентов нравится, когда мы смиряем себя, когда мы уделяем это время Ему и просто позволяем Ему делать всё, что Он захочет. И Он сделал в жизни этого человека то, что Он захотел. У этого человека, как он сам рассказывает, были нормальные, не то, что нормальные, а очень хорошие отношения со своей женой. Они друг друга любили и так любили. У них было несколько детей, они счастливая семья, которые уважают друг друга, вместе служат. Но вот Бог решил сделать что-то большее, подарить что-то большее. И у этого человека после этих пяти дней пропитывания как раз была поездка. Он поехал послужить, остановился в доме их друзей. И они пересматривали свои старые фотографии, где они с женой, их друзья были молодыми. Он просто увидел свою жену молодую очередной раз на фотографии. И в этот момент Он рассказывает, что в нем как произошла какая-то вспышка. Он почувствовал, что в его духе что-то произошло и как будто что-то загрузилось в него с небес. Он не понял, что это произошло, но тут он осознал, что в него загрузилась какая-то невероятная, сверхъестественная, небесная любовь к его жене. При том, что до этого у них не было никаких проблем, и они и так друг друга любили, и так было все хорошо. Но тут что-то произошло. Его поездка длилась около одной недели, и он рассказывал, что он просто не мог найти себе места. Ему так уже хотелось вернуться, увидеться со своей женой, проводить с ней время, просто быть вместе. И он попросил, пожалуйста, именно ты встреть меня в аэропорту. Но она не смогла, так как был снежный день, она боялась сама вести машину, отправила их друга встретить. Он наконец-то попал домой, и он рассказывал, что это состояние длилось в целом около двух месяцев. И он говорит, я когда попал домой, я как щеночек бегал за своей женой, говорит, во все комнаты, везде, куда она шла, мне просто хотелось быть с ней. И, то есть, я когда слушала это свидетельство, он говорил, я буду с вами прямым, честным, мы все взрослые люди, говорит, я вам честно говорю, что это не было какое-то, ну, знаете, там особое сексуальное влечение, или это не было даже, вот как та, вот первая любовь, когда гормоны, люди влюбляются, это было что-то третье, доселе ему неизвестно, вот что-то просто небесное в него загрузилось, и он просто хотел наслаждаться этой женщиной. Он говорит, после того, как мы вставали из-за обеденного стола, говорит, я терпеть не могу мыть посуду, но я подходил и мыл посуду вместе с ней, просто чтобы побыть в ее присутствии. Было такое, говорит, что моя жена даже иногда, ну, пугалась, не понимала, когда она ложилась спать, говорит, я мог еще час, иногда два часа, просто опускаться возле ее кровати и просто смотреть, любоваться на нее. Говорит, она просыпалась, не могла понять, что происходит, но потом дружелюбно улыбалась, просто отворачивалась спать в другую сторону, чтобы продолжать спать. Говорит, было такое, когда мы садились кушать, и дети, как всегда, знаете, у них несколько детей пытались облепить маму, сесть поближе, говорит, а я какого-то ребенка говорил, так, давай, ты пересядь, я буду возле мамы сидеть. И он говорит, это было что-то невероятное, это было что-то небесное. И он получил это совершенно неожиданно. Знаете, вот Божья любовь к его жене загрузилась в него в каком-то особом, сверхъестественном виде. И это один пример между супругами. Но я думаю, что подобным способом происходит и может происходить в разных сферах, в разных отношениях, в наших отношениях с разными людьми. Где-то у нас есть конкретная нужда, где-то у нас даже якобы нет нужды, но Бог хочет дать даже сверх того, чем мы имеем сегодня. Потому что Бог щедрый. Аминь. Аминь. Давайте прочитаем местописание Иуды 1,21. Здесь нам дается следующее наставление. Храните себя в любви Бога. Очень простое и очень хорошее наставление. То есть то, о чем мы говорили, для нас очень важно изучать любовь разными путями, петь о любви, узнавать о любви, и садиться, и просто наполняться, принимать эту любовь, давать Господу время и место для того, чтобы Он мог укоренять и утверждать в нас эту любовь. Аминь. Давайте прочитаем еще одно местописание. Это 1 Тимофею, 1,5. То есть Павел пишет послание Тимофею, дальше он там дает разные наставления, увещевание по поводу личной жизни, по поводу служения. И вот, собственно, тут вначале он объясняет цель. И он пишет, цель же увещевания есть любовь. То есть все, что я пишу, я пишу из любви и ради любви, потому что я люблю тебя, для того, чтобы ты учился любить дальше других. Цель же увещевания есть любовь. И любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. И вот очень интересное местописание, и оно такое не единственное. Дальше мы еще прочитаем подобные местописания. Но знаете, что здесь показываются для нас некие такие ингредиенты, некоторые составляющие, которые должны присутствовать в любви или вместе с любовью, для того, чтобы она могла легко и полноценно действовать в нашей жизни, течь в нашу жизнь с небес и затем проистекать из нас дальше, в других людей. Итак, вот эти три. Чистое сердце, добрая совесть и нелицемерная или искренняя реальная вера. Давайте вместе произнесем это. Чистое сердце, добрая совесть, и нелицемерная вера. Это, знаете, как можно сравнить некие важные ингредиенты для торта. Торт не получится нормальный без важных ингредиентов, без яиц, без муки, допустим, и без какой-то жидкости, без молока. Вот это что-то в этом роде. Должны быть эти три важные составляющие, если мы хотим, чтобы в нас и через нас текла любовь. И если мы посмотрим как бы наоборот, то мы можем понять и прийти к выводу, что если с этими тремя составляющими что-то не так, то это может быть препятствием в нашей жизни для того, чтобы принимать Божью любовь или для того, чтобы высвобождать ее другим людям. Если нарушены чистое сердце, если нарушена добрая совесть, если нарушена как-то или искажена нелицемерная вера. Давайте прочитаем Матфея, 24 глава, 12 стих. Знакомое местописание для многих, я думаю. Здесь написано, что в последние дни по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть это продолжение того, о чем мы говорили только что, что если нарушается добрая совесть, чистое сердце, если появляется место для какого-либо беззакония, то это охладевает любовь, это делает препятствия, это выстраивает какие-то дамбы, для любви. И сейчас мы быстро, но отдельно разберем все эти три. Чистое сердце, добрую совесть и нелицемерную веру. Чистое сердце. Чистое сердце это можно объяснить по-другому, расшифровать, как прощающее сердце, как сердце, которое имеет посвящение на моральную чистоту, сердце, которое стремится оставаться чистым, несмотря на какие-то тенденции современного греховного мира. Одна история, реальная история, быстрая история одной семьи. К сожалению, случилось так, что эта семья, она приняла решение развестись. И хотя им пытались помочь, но их окончательное решение было таким, и они развелись. когда пытались потом выяснить причину, хотя бы что, почему, и оказалось, что муж просто не захотел больше жить со своей женой, он сказал, что он ее разлюбил, что у него не осталось никаких чувств, никакого желания, никакого интереса. И опять же, когда пытались узнать причину, почему это произошло, в итоге он поделился, он признался, что в какой-то момент времени в их семейной жизни он стал зависим от порнографии. То есть он полностью туда углубился, он полностью вовлекся туда. И это то, что написано в Матфея 24 главе, что по причине умножения беззакония любовь охладевает. Это то, что произошло в этой семье. И, к сожалению, это привело к разводу. Но хочу также привести противоположный пример одной семьи, которые смогли сохранить это чистое сердце по отношению друг к другу. В этой семье произошло так, что они были хорошей, любящей семьей, все у них было нормально, служили Господу. Но в один момент с мужем произошло такое, что у него появились чувства к другой женщине. Вы знаете, как в молодости просто вспыхнули какие-то гормоны, то есть на ровном месте, никто никому не подавал никаких поводов, и просто у него вспыхнули чувства к другой женщине. И знаете, что сделал этот человек? То есть он сохранил свое чистое сердце по отношению к своей жене. Он сразу же пришел к своей жене, и он поделился с ней, он сказал, есть вот такие обстоятельства, я хочу быть перед тобой чистым, я хочу быть перед тобой открытым, чтобы ты понимала, произошло так и так, появились чувства к такой-то женщине, и чтобы ты понимала, ну, ты знаешь меня, ты знаешь мое сердце, я люблю тебя, и у меня не было никаких вообще мыслей по поводу других женщин, и нет, и не будет, но эти чувства есть, и я хочу, чтобы мы вместе с тобой это прошли, чтобы мы вместе об этом молились, чтобы мы вместе это победили. И они делали это вместе, жена отнеслась к этому с пониманием, и этот человек делился, что буквально за пару недель, то есть это полностью закончилось, и никогда в жизни больше не повторялось. То есть это совершенно другая история, противоположная, когда могло произойти что-то злое, но люди выбрали сохранить это чистое сердце, свои чистые помыслы, свою чистоту по отношению друг к другу, и это стало их совместной победой. Аллилуйя, слава Господу. Хорошо, это было чистое сердце. Следующий момент, который мы разберем, это добрая совесть. Добрую совесть можно описать, чтобы было понятнее, что это. Это когда человек может о себе сказать, что даже несмотря на то, что возможно я ошибался и с кем-то поступил неправильно и нечестно, я это исправил. Не осталось никого, кто бы остался обижен мною, пострадал из-за меня, и чтобы я этого не исправил. Я все исправил. Это то, что человек может сказать о доброй совести. Потому что, когда мы приходим к Господу, когда Дух Святой начинает действовать в нашей жизни, Он начинает очищать нас, Он начинает исправлять нас. На то Он и Святой Дух, верно? Потому что Он влечет нас к чистоте и к святости, чтобы очистить наше сердце и потом наполнять нас Божьей любовью. И есть много таких историй, но я вам расскажу две истории о том, как Дух Святой производит эту работу, когда Он очищает нашу совесть, нашу внутренность. Первая история, это которая произошла во время пробуждения, это было в Шотландии, там на островах, и что произошло? То есть там шло пробуждение, оно уже было в действии, Дух Святой совершал свою работу, и вот один из случаев, это было в три часа ночи, около 150 человек в разных частях города, это был небольшой городок, но 150 человек, незнакомых, никак не связанных друг с другом, они проснулись в три часа ночи, и они повыходили на улицу, то есть никто их не звал, не приглашал, они просто повыходили на улицу, и как они потом делились, просто из-за какого-то чувства, с которым они не могли справиться, и это было чувство обличения, они чувствовали, что они в чем-то виновны, что они хотят раскаяться, даже не понимая в чем, многие не понимали в чем, у кого-то может и были какие-то явные ошибки, они просто чувствовали эту нужду, потому что это была работа Духа Святого, и эти люди все до чего они додумались, они пошли в полицейский участок, это реальная история, и в полицейском участке ночью был только один дежурный полицейский, и он говорит, что вы хотите, зачем вы все сюда пришли, что вам нужно, они говорят, мы не знаем, что делать, мы просто чувствуем, что нам нужно раскаяться, нам нужно покаяться, и слава Богу, это был мудрый полицейский, который был в курсе дел города, он говорит, я понял, я понял, куда вам нужно, и он их направил на служение к Данкану Кэмпбеллу, который вел там пробуждение, и Данкан, он уже повел их в покаяние, в молитве покаяния, посвящение себя Господу, и после этого, то есть эти люди, они смогли принимать Божью любовь, они почувствовали свободу, они почувствовали, что они свободны от этого чувства вины, что они прощены, что они любимы, и они начинают свой путь с Господом, удивительная история, правда? Еще одна интересная история, это было совсем в другом месте, там тоже собрались разные люди, они планировали некую конференцию, просто изучать Божье Слово, поклоняться Господу на протяжении одной недели, но так получилось, что это затянулось, знаете, они вошли во вкус, они чувствовали Божье присутствие, те, у кого была возможность, они остались, и то есть это продолжалось неделями, вот, и они чувствовали, как Бог изливает что-то особенное, не только на церковь, не только на общину, но также на город, и очень интересные вещи начали происходить в городе, и что именно, что конкретно, этот город, он находился, вы знаете, он был крайним городом этой страны, и он находился как раз на границе с другой страной, и поэтому там была таможня, и люди часто ездили, получается, пересекали границу из своей страны в ту, чтобы там закупаться, продукты подешевле, какую-то одежду подешевле, и на таможне были свои законы, то есть нужно оплачивать пошлину, да, за товары, которые ты возишь, и люди, естественно, часто что-то провозили, ну, понятно, да, контрабанду, чтобы не платить лишних денег, и вот в этот период Дух Святой просто начал обличать верующих и неверующих людей, и таможенники рассказывали, что в этот период времени, вот именно когда, да, были вот эти непрекращающиеся служения, и Бог изливал особенно свою силу, на таможню начали приходить десятками конверты из разных мест в этом городе, и в конвертах были деньги и письма с извинениями людей, люди просили прощения, говорили, я провозил незаконное, я увозил что-то незаконное, пожалуйста, простите меня, я понимаю, что я обкрадывал таможню, я понимаю, что я обкрадывал государство, и люди просто возвращали эти деньги, поэтому, да, это вот что касается доброй совести, то есть у них было желание очистить свою совесть, да, для того, чтобы быть чистыми, и для того, чтобы потом быть способными наполняться, принимать эту любовь уже в свободе. Последняя история, которую я хочу рассказать, также о доброй совести, она меня особенно впечатлила, потому хочу тоже не поделиться. Это история одного служителя, который в то время, он был уже христианином, просто еще не имел возможности так активно служить Господу, он работал в продуктовом магазине, в продуктовом супермаркете в ночную смену, и они занимались тем, что выкладывали разный товар на полки, занимались инвентаризацией, и у них было такое правило, что если, ну то есть какой-то товар просто, знаете, немножко подмялся, как-то непрезентабельно выглядит, все это складывалось, собиралось в один большой бокс аккуратно, и все сотрудники могли разбирать это бесплатно. И вот он говорит, как-то раз он пришел в свою рабочую смену, проверил этот бокс, а там ничего интересного нет, ничего вкусненького нет, как-то обидно стало даже, не повезло ему. А ему как раз, ну просто хотелось чего-то вкусненького. И он говорит, вот я тогда пошел, знаете, как-то неосознанно, ну особо не задумываясь, по-быстрому расставлял шоколадные пончики, нужно было расставить на полочках. Говорит, я взял одну коробку, и как бы бросил ее на пол, и немножко подмял ее ногой. Ну знаете, как бы, большому супермаркету от одной коробки ничего не убудет, правильно? И он говорит, и все. И потом такой пришел, ой, смотрите, как будто я нашел, знаете, ой, ну, шо ж, будут у меня пончики к чаю. И говорит, он сделал себе праздник такой, из шоколадных пончиков в тот вечер. И все, ну прошло и прошло. И потом, через несколько месяцев, он перевелся на другую работу, в этом промежутке, он был в одном молодежном лагере, где звучало послание о доброй совести, как раз, о чистоте сердца, о принятии Божьей любви. И он говорит, в конце я стою и готов принимать Божью любовь, и говорю, Господь, наполняй меня, я так хочу больше Твоей любви, я так хочу погружаться в Твою любовь, хочу, чтобы Твоя любовь текла больше через меня. Говорит, я стою, я тут о любви, а у меня шоколадные пончики плывут перед глазами. Говорит, я не понял. И я вначале говорю, сатана, пошел вон. Я тут пытаюсь Божьей любовью наполняться, наслаждаться. Говорит, я не голодный. Зачем мне эти картинки пончиков? И в общем, он так второй, третий раз. И потом он говорит, я понял, что я как духовный туго дум не сразу распознал. А Дух Святой его обличал таким образом. Казалось бы, это была такая мелочь, но почему-то Дух Святой решил, что ему было важно с этим разобраться. И он говорит, я понял, что выхода у меня нет. И он спланировал день, он поехал на то производство, он взял эти деньги. Мы понимаем, что это были маленькие деньги. Это коробка пончиков. Говорит, ну я пошел, я подошел к кабинету этого менеджера. Говорит, я раз прошел мимо кабинета, потому что мне было так стыдно туда заходить. Говорит, второй раз прошел мимо кабинета. Но потом решил, что все-таки нужно это сделать. Я зашел. И, говорит, к моему большому сожалению, он оказался на месте. И он был рад меня видеть. Он говорил, привет, я рад тебя видеть. По какому ты вопросу пришел? И он говорит, вот я весь вспотел. Мне было стыдно. Говорит, ну я ему рассказал. Я признался. Я вернул там эти 15 долларов. И этот человек, менеджер, он тоже был христианином. И, говорит, он посмотрел на меня, говорит, то ли с удивлением, то ли с размышлением. И он сказал, знаешь, брат, нам всем нужно быть такими, потому что это достойно нашего Господа. Такая маленькая мелочь, но какой важный урок. Нам всем нужно быть такими, потому что это достойно нашего Господа. Потому что он желает, чтобы мы были святы, как и он свят. И что касается чистого сердца, доброй совести, то людям, которые хранят чистое сердце, добрую совесть, им намного проще и легче слышать Господа. Потому что и Господу проще говорить к ним. Ну, знаете, Богу легко, в принципе, к любому человеку говорить, но такой человек, он не будет выбирать, перебирать, что ему хочется услышать от Господа, а что нет. Если совесть человека уже как-то искажена, как-то нарушена, то если Дух Святой скажет человеку, пойди реши вопрос с братом, разберись, то человек уже будет думать, нет, ну это не Дух Святой говорит. Это такая простая вещь. Я хочу услышать что-то стоящее от Господа. Он будет пытаться слушать дальше. Но люди с доброй совестью, с чистым сердцем, им намного проще, легче слышать Господа и распознавать Его голос. Поэтому, да, давайте прочитаем еще одно место Писания. Это Евреям, 10 глава, 19-22 стих. То, чем мы читали уже в другом месте Писания. Опять нам рассказывается, напоминается об этих же принципах. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея священника великого над Домом Божьим, приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водой чистой. Опять же, да, нам открывается и напоминается этот важный принцип. Здесь говорится, что посредством крови Иисуса Христа нам путь открыт. То есть Господь со Своей стороны открыл, проложил нам дорогу. С Его стороны нет препятствий. И препятствия могут быть только с нашей стороны. И чтобы их не было, что нам предстоит делать? Это приступать с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водой чистой. И поэтому, если в какие-то периоды жизни у каких-то людей возникают вопросы, я давно не переживал Божье присутствие, я давно не ощущал Божью любовь, «Как мне возвратиться? Какой путь для того, чтобы возвратиться в эту скинию, в это святое святых? Как мне снова туда попасть? Потому что я так давно не переживала этой любви, всё стало таким обыденным, всё стало просто таким, ну как по умолчанию, на автомате. Или то же самое, если кто-то переживает в своей семье и понимает, что давно не хватает этой искренней, знаете, какой-то вот Божьей, настоящей любви, то как этому возвратиться? Где это снова отыскать? И хорошая новость в том, что это можно отыскать, это можно восстановить, это можно снова найти, потому что присутствие Божье, оно находится на своём месте, да, во Святом Святых, оно никуда не уходило, Бог никуда не уходил. Это просто люди иногда выходят обратно за завесу, люди обратно выходят из Святого Святых и иногда не имеют дерзновения вернуться обратно из-за того, что что-то нарушилось в чистом сердце или в доброй совести или в нелицемерной вере. Но всегда в наших руках находится это решение, чтобы восстановить это, чтобы очиститься и чтобы чистыми, смелыми и уверенными снова возвратиться туда, во Святое Святых. Путь, куда для нас остаётся таким же открытым и где Господь нас ожидает. И не просто ожидает пассивно, Господь любит нас с любовью Агапы, а любовь Агапы — это любовь, которая, знаете, она всегда готова делать первый шаг. И Бог уже сделал столько первых шагов по отношению к нам и продолжает делать. Поэтому для нас всё, что остаётся иногда, это просто исследовать своё сердце снова, пересмотреть и возвратиться, возвратиться туда, откуда мы вышли. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok